Я могу наказать мистера Хевнейра, мистера Поттера или мистера Джеймсона, и я не стану наказывать мистера Уиллиса, так как он единственный из всех, кто еще может носить звание человека Бэйрда. Я буду рекомендовать дисциплинарному комитету, чтобы исключили вас, мистер Симмс, поскольку вы изворотливый лгун. Но не стукач! Простите? Не прощу. Мистер Слейд. Здесь творится полное дерьмо. Пожалуйста, следите за вашей речью, мистер Слейд. Это школа Бэйрда, а не казарма. Мистер Симмс, я даю вам последнюю возможность высказаться. Мистеру Симмсу она не нужна. Ему не нужно носить звание человек Бэйрда. Что это за чушь? Что у вас за принцип? Ребята, стучите на своих товарищей, прикрывайте свой зад, или вас ждет прилюдная казнь? Джентльмены! Когда пахнет жареным, кто-то убегает, а кто-то остается. Чарли принял огонь на себя, Джордж спрятался в большом кармане папочки. И что делаете вы? Хотите наградить Джорджа? И уничтожить Чарли. А вы закончили, мистер Слейд? Нет, я только разминаюсь. Не знаю, кто здесь учился. Вильям Говард, Тафт, Вильям Брайант или даже Вильгельм Тель. Дух школы умер. Если он и был, то он уже умер. Вы создаете здесь корабль для Кырс, корабль поганых стукачей. Если вы думаете, что готовите эти ничтожества для взрослой жизни, то вы ошибаетесь, потому что вы убиваете тот дух, который провозглашает эта школа. Какой позор! Какой спектакль вы здесь устроили! Единственный достойный человек здесь сидит рядом со мной. Можете мне поверить, его душа чиста. Он ею не торгует. И знаете почему? Кое-кто, не буду называть его имя, предложил ему продать ее. Но Чарли не продался. Вы нарушаете порядок. Я вам покажу порядок. Вы не знаете, что такое порядок, мистер Траск. Я бы показал вам, если бы не был таким старым, уставшим и слепым. Лет пять назад я бы пришел сюда с огнеметом и разнес все к чертовой матери. Порядок. А вы знаете, с кем вы говорите? Я уже давно живу. Было время, когда я мог видеть. Я видел таких ребят. Даже моложе. У них были оторваны руки и отрезаны ноги. Но хуже всего. Это ампутированная душа. Душу протезом не заменишь. Вы думаете, вы просто посылаете этого прекрасного солдата домой в Орегон с поджатым хвостом? Нет. Вы убиваете его душу. А почему? Потому что он не человек Берда. Человек Берда. Если вы выгоните его, вы все будете ублюдками Берда. А вы, Гарри, Джейми, Трент, где бы вы ни были. Да пошли вы... Садитесь, мистер Слейн. Я не закончил. Когда я вошел, то услышал такие слова. Колыбель лидеров. Но когда рушатся основы, падает и колыбель. И у вас она упала. Она упала. Вы растите здесь лидеров. Воспитываете мужчин. Но какими они получатся? Я не знаю, как оценить молчание Чарли сегодня. Я не судья. Но могу сказать одно. Он никого не продаст ради своего будущего. И это, друзья мои, называется честностью. Это называется мужеством. Вот из чего должны создаваться лидеры. Я сейчас нахожусь на распутье. Я всегда знал, какой путь правильный. Знал всегда, без исключений. Но никогда не шел им. И знаете почему? Потому что это было слишком трудно. А вот Чарли, оказавшись на распутье, выбрал этот путь. Это правильный путь. Это путь принципов, формирующих характер. Пусть он идет по этому пути. Комитет, его будущее в ваших руках. И это достойное будущее. Поверьте мне. Не разрушайте его. Защитите. Поддержите. И когда-нибудь вы этим будете гордиться, обещаю. Ну как, неплохо для деревенщинок? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...